20 августа китайский авторынок пополнится новинкой от БАИК БИДЖЕЙ 62025 модельного года Тандр или Гром. Этот мощный внедорожник, построенный на инновационной платформе Мэджик Кор, предлагает впечатляющий гибридный привод с увеличенным запасом хода. Салон будет доступный в двух вариантах – 5,7 мест. Рамный внедорожник БАИК БИДЖЕЙ 60 по размеру сопоставимый с предыдущим Toyota Land Cruiser Prado дебютировал в 2022 году. В Китае эта модель изначально была представлена с двухлитровым бензиновым турбодвигателем на 266 л.с., дополненным 48-вольтовым стартер-генератором. В прошлом году линейка пополнилась двухлитровым турбодизелем на 163 л.с. Теперь модельный ряд вновь расширяется. Гибридная версия с увеличенным запасом хода до 1200 км получит приставку и в названии. Такой внедорожник отличился не только начинкой. Новый автомобиль компании БАИК демонстрирует уникальный дизайн экстерьера, отличающийся от стандартной версии. Модель получила оригинальные бамперы, лишенные хромированных вставок. Радиаторная решетка и фары теперь украшены горизонтальными светодиодными полосками, а массивные вертикальные секции ходовых огней придают автомобилю брутальности. Задние фонари также были переработаны. Дополняет экстерьер задняя запаска на двери багажника. В целом, дизайн грома подчеркивает его готовность к бездорожью и отражает современные тенденции автомобильной моды. Новый внедорожник обладает внушительными габаритами. Длина – 5040 мм, ширина – 1955 мм, высота – 1925 мм, при колесной базе – 2820 мм. Дорожный просвет составляет 215 мм, что является средним значением для данного класса автомобилей. Автомобиль комплектуется 18-дюймовыми колесными дисками, а в качестве опции доступны 20-дюймовые. Самое интересное здесь – это подкапотное пространство. В нем находится гибридная система с увеличенным запасом хода. Основной фишкой стал полтора-литровый двигатель-генератор, способный поддерживать мощность 188 лошадиных сил, позволяя автомобилю двигаться со скоростью 145 км в час без потери заряда батареи. Поскольку автомобиль полноприводный, электродвигатели установлены на обеих осях. Передний – мощностью 208, а задний – 340 лошадиных сил. Электродвигатели способны разогнать крупный внедорожник до первой сотни за 5,8 секунды. Они питаются от батареи емкостью 40 и 3 кВт часа, которая устойчива к вибрации благодаря четырем резиновым подвескам и надежно защищена листом из высокопрочной стали. Соответствующей степени защиты IP68. Производитель заявляет, что смешанный расход топлива составляет всего 1,3 литра на 100 км. С полным баком на 82 литра и заряженной батареей модель способна проехать более 1200 км. Отличная новость для любителей кемпинга и путешествий с прицепом. Новый автомобиль, идеально подходящий для буксировки грузов, массой до 2,5 тонн и имеет розетки для подключения электрооборудования. Отверстия для буксирного крюка и удобные боковые подножки с электроприводом. Его углы въезда и съезда составляют 30 и 24 градуса соответственно. Заявленная глубина преодолеваемого брода равна 800 мм. Также в автомобиле имеется 11 режимов движения, адаптирующихся под различные дорожные условия. К сожалению, производитель пока не предоставил более подробных технических характеристик. Интерьер гибридного внедорожника Bike BJ 60 Thunder Magic Core продолжает современный стиль марки, отличаясь интегрированной формой центрального дисплея и экрана переднего пассажира. Автомобиль оснащен виртуальной приборной панелью диагональю 10,25 дюйма, центральным сенсорным экраном и мультимедийным экраном для переднего пассажира, каждый с диагональю 12,8 дюйма. Для удобства водителя предусмотрен 9-дюймовое цифровое зеркало заднего вида и проекционный дисплей. Комплектация включает подогрев, вентиляцию и массаж передних сидений, а также премиальную аудиосистему Infinity с функцией активного шумоподавления. Автомобиль также поддерживает 19 обычных приложений, которые подходят для удобства и развлечений в ежедневных поездках. Естественно, новый внедорожник будет оснащен всеми современными системами активной и пассивной безопасности, а также внедорожными помощниками, чтобы вы могли чувствовать себя уверенно в любых условиях. От интеллектуального контроля устойчивости и адаптивного круиз-контроля до передовых систем предотвращения столкновений и полного комплекса подушек безопасности все эти технологии не только обеспечат вашу безопасность на дороге, но и помогут преодолевать любые препятствия на бездорожье, чтобы ваш внедорожник был готов к любым приключениям, независимо от условий. Максимальный объем багажника составляет 1836 литров при сложенных сидениях второго и третьего ряда, что позволяет использовать его не только для перевозки грузов, но и в качестве спального места. Розетки для внешнего разряда мощностью до 6 киловатт делает автомобиль еще более универсальным, позволяя использовать его как мобильный источник энергии вдали от цивилизации. На домашний рынок гибрид баек Би Джей 60 должен выйти до конца года. В Китае цена традиционного бензинового внедорожника сейчас начинается с 239 800 юаней, что эквивалентно примерно 33 600 долларов. Дизельный внедорожник обойдется минимум в 37 тысяч долларов, поэтому можно предположить, что новая версия с увеличенным запасом хода будет стоить в начальной комплектации около 40 тысяч долларов. Таким образом, гибрид Би Джей 60 позиционируется как конкурентоспособный вариант в среднем ценовом сегменте рынка такого класса автомобилей, предлагая сочетание традиционных ценностей внедорожника и современных технологий экологичных и технологически продвинутых автомобилях. Спасибо за просмотр! Нам очень важно ваше мнение, поэтому оставляйте комментарий. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Ваши лайки и подписки помогают нам развиваться и делать контент еще лучше. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех автомобильных новинок. Всем удачи на дорогах! Субтитры создавал DimaTorzok